Здравы будьте все! Сегодня мы продолжим разбирать мифы из книги Каледы. И следующий наш миф из Веды Велеса будет называться Велес, Вилла и Домна. Миф достаточно большой и очень интересный. Я буду его сейчас, зачитаю его целиком, а потом мы его разберем. Итак, как и во тех уральских святых горах жил-был Сурья Ра, солнце красное. Был он Сурьей на небе, истекал Ра-рекою с уральских гор. Как в Азовское море синяя Ра-река несла свои водушки, так была супруга у солнца Амелфушка, дочь Зимун. И от бога Ра родила на бога Велеса, Аса Звездного. Изменил свой путь святозарый Ра и свернул в море Волынское. В жены взял он деву Волынюшку, и Волыня, вторая жёнушка, родила ему Хорса Сурича. Вот позвал Сурья Ра сыновей своих и сказал, Сыны мои милые, старья, просит душа покоя. Я б хотел, чтобы вы поженились, дабы внуков я мог увидеть. Вы возьмите стрелки калюные и пускайте их во все стороны. Где стрела падёт, там и сватайтесь. Выбирали стрелы сыночки Ра и пускали их в небо синее. И упала стрелочка Хорсова у двора Зари Зари Ницы, а стрела калёна Велеса унеслась за дальние горы. И пошёл за стрелочкой Велес, одолел он горы высокие, перешёл лесочки дремучие и вступил в болото зыбучие. Видит, вот на кочке лягушка, держит в лапках она стрелку. — Как же взять мне в жёны лягушку? — отвечала ему лягушка. — Знать, судьбина твоя такая. Завяжи-ка меня в платочек и неси-ка в Ирийский сад. И принёс бог Велес невестушку. Ра увидел её, разохался, а Мелфушка мать разгневалась. — Ты кого принёс, Велесуревич? А лягушкой ты околдован, ведь лягушка яги не краше. Говорила лягушка Велесу. — Не печалься ты, Велесурич, знаешь же, я не просто лягушка. Вила я, царица лесная. Змей меня обратил в лягушку, но заклятие то не вечно. Потому средня я лягушка, ну а ноченька тёмной — вила. Всё, как сказано, так и сталось. Только скроется солнце красное, так лягушка вилой становится. Красоты она не сказанной, ни пером описать, ни вздумать. Под затылком её ясный месяц, по косицам её звёзды часты. Голосок её ручейком журчит. И голубятся, и любуются Велес с вилой до рассвета. Но лишь первый луч солнца красного озаряет небесный край. Снова вилушка покрывается лягушиной зелёной кожей. И печалился Велесурич, что его супруги Красу на земле и небе не знают. Говорила Мелфа Сурья, чтоб устроил он испытания для невест своих сыновей. И тогда бог Сурья сынов призвал, и сказал он Велесу с хорсом. Я хочу испытать невестушек, а умеют ли ткать и шить они. Пусть заря зарянец, если лягушку мне к утру соткут по ковру. Как пришёл домой Велесурич, так повесил он буйную голову. А лягушка его спросила. Что повесил ты буйную голову, аль случилось что неладное? Слово слышал ты неприветливо. И ответил ей Велесуревич, повелел родитель пресветлый ра нам ковёр узорчатый выткать. Не печалься, ложись, мой милый, утро вечера мудренее. Так сказала лягушка Велесу, и уснул тогда Велесурич. Она с себя кожу сбросила, обернулась мудрой вилой. Села ткать ковёр у окошечка. Где кольнёт иглой, там звезда горит. Где кольнёт другой, там цветок цветёт. Третий, где кольнёт, птицы там летят. Не взошло ещё солнце красное, а уже Вела закончила ткать ковёр. Вот пришли Велес с Хорсом к родителям. Принесли ему два ковра. Как ковёр зари разослал Бог Хорс, Осветилась вся подвселенная. И сказал Бог Ра, тот ковёр растелю в колеснице солнца. Разослал ковёр Велес, мудрый Бог. Засияло там солнце красное, засверкали на нём звёзды частые, Птицы певчие песни запели. И сказал Бог Ра, сей ковёр видел я урода родителя. Растелю его в моей горнице, Будет он нас в празднике радовать. Вновь имел фара, подговаривает испытать зарю и лягушку, И позвал сыновей Светозар и Ра. Сыновья вы мои любезные, я хочу испытать невестушек, Пусть они к утру испекут по чудесному караваю. Как пришёл домой Велес Сорич, так повесил он буйную голову, А лягушка его спросила, что ж повесил ты буйную голову, Аль, случилось что неладное, слово слышал ты неприветливо. И ответил ей Велес Сорич, Как мне, милая неключинница, Повелел родитель при светлый Ра нам к утру испечь каравай. Не печалься, ложись, мой милый, утро вечера мудренее. Так сказала лягушка Велесу, И уснул тогда Велес Соревич. А она с себя кожу сбросила, Обернулась мудрой вилой, Стала печь большой каравай, И хитро его изукрасила. Красная горочка в серединочке, А на горочке то ирийский сад, И стоит в саду терем солнца, Распевают там птицы певчие. Не взошло ещё солнце красное, Спекла на каравай. Вот пришли Велес с Хорсом к родителю, Принесли ему каравай. Как попробовал Ра каравай Зари, Так сказал, хорош каравайушка, Будем есть его ранним утром. Как увидел Ра вилен каравай, Изумился он и разохался. Распопробовал ещё и ещё, И весь съел, не оставив крошечки. Вот уж хлеб так хлеб, каравайушка, Да таким только в празднике почивать, Во великий сварогов день. Вновь Эмэйл Фара подговаривает Испытать зарю и лягушку. И позвал сыновей Светозары Ра. Приходите-ка, сыновья, Вы с невестушками, да на пир. Будем пить и есть, веселиться. После пира устроим пляску. Я желаю видеть и знать, Как невестушки ваши пляшут. Как пришёл домой Велис Суревич, Так повесил он буйну голову, А лягушка его спросила, Что ж повесил ты буйну голову, Аль случилось что неладное? Слово слышал ты неприветливо. И ответил я Велис Суревич, Как мне, милая некрючинница, Мне мой батюшка наказал, Чтоб я явился с тобой на пир. Как же я гостям покажу тебя? Не то же и мудрый Велис, Иди на пир, За тобой следом я приду. Как услышишь гром, не пугайся, Говори, невестушка едет, Лягушоночка в коробчоночке. Вот пришёл Бог Велис на пир один, Стали гости над ним смеяться. Что ж ты пришёл без лягушки? Где ж такую красавицу выискал? Чай болота всей сходил. Сели все за столы, Стали есть и пить. Вдруг раздался грохот, И стук и гром, И все гости со страху Скочили с места. И сказал им так, Велис Суревич, Вы не бойтесь, Невестушка едет, Лягушоночка в коробчоночке. И тогда во двор Бога Солнца Ра Колесница золотая выкатилась. В колесницу ту кони впряжены, Шесть буланных и златогривых. И спускается с колесницы там Сама премудрая вилла. И на платье её часто звёздочки, Месяц ясный на голове. И такая она красавица, Ни пером и писать, Ни вздумать. Подала на руку Велису, За столы садились дубовые, Да за скатерти самобранные. Стали гости есть, Веселиться. Молода вилушка Выпьет суре, И последочек во рукав польёт, А закусит лебедям косточки, Во другой рукав побросает. Как попили гости, Поели от стола, Они поднимались И пустились в плясовую. И пошла плясать Молода вилушка, Как махнёт рукой, Станет озеро, А другой летят белые лебеди, Все дивуются и любуются. Вот уж ты нас, Велис, Порадовал. Стала вила петь, Все заслушались, Закурлыкали белые лебеди, И запел в лесу соловей. Пох Велис, Встал полегонечку, С пира он ушёл потихонечку, Побежал скорее в свой терем, Там увидел кожу лягушечу И схватил её, В печку бросил. Разгорайся, огонь палящий, Ты сожги, Семаргал, Кожу вилы, И заклятия с вилы сними. Воротилась Аспира вила, И увидела кожи нет, Опечалилась и заплакала. Ай же ты, милый муж мой, Велис, Потерпел бы ты только день один, Я б навеки стала твоею, А теперь мы должны расстаться, Не разрушить заклятия вия. Тут завихрился чёрный вихрь, Задрожали горы высокие, Все дубравушки преклонились, То на змеюшке пятиглавом Прилетел сын виюшки тёмного, Сам кощеюшка чёрный витязь. Ай же ты, неразумный Велис, Ты зачем сжёг кожу лягушки, Коль не ты надел, Не тебе снимать. И за кожу премудрой вилы Ты заплатишь своей кожей. Стань же, Велис, ужасным дивом, Пусть заклятие будет крепко, Сила слова тогда иссякнет, Если в всём ужасном обличье Ты приглянешься красной деве, Если дева тебя полюбит. Кощеюшка чёрный бог Подхватил премудрую вилу И взлетел на змеюшке чёрном. И остался Велис в лесу, Чудо-юдушкой ужасным, Стала кожа его, что елова кора, Ну а волосы, что ковыль трава, Стали ноги, как грабля, А ручушки вилы, Нос его обратился в совинный клюв, Ногти стали, как когти, А зубы кинжалы, А глаза колодца бездонные. И Кощей прилетел в царство тёмное, И влетел в чёрный замок Вия, Принёс Вию тёмному вилушку. Вий брал вилу за ручушки белые, Да за перстни её золочёные, Хотел он вилушку целовать, Но сказала ему вилла мудрая, А у нас замужние женщины До трёх лет ещё не целуются, Не целуются, не милуются. И ответил так Вий Сидуневич, Будь по-твоему, млада вилушка, Впереди у нас вечность целая, Подождать три года не времечко. И ушёл гулять в царстве пекельном, Стал стрелять из чёрного лука, Балетучих мышей чёрных галок, Стал гонять жаб, змей, скорпионов, И на крыс подземных охотиться. И своим он слугам наказывал, Если вилушка закрученится, Дайте ей подружек-служаночек, Волкодлавышек и вампир, Пусть они её развлекают. Как уехал Вий на охоту, Села вилушка окошечко. Села вилушка и заплакала. Мимо шла мать Вия Сидунюшка, И спросила она у вилы, Что ж ты плачешь и уливаешься? И ответила млада Вила. А сегодня во светлом Ире Отмечают праздник Сидыев день, Праздник родушки прародителя. Все гуляют и веселятся, Я же здесь сижу окошечко, Слёзы горькие проливаю. И у нас Сидуня ответила, Ныне чествуют все Сидыя, Он и мой родитель, И Вию дед. Есть и нам, Что ныне отпраздновать. И дала она виле нянюшек, И дала напиточков разных, И с козлом любимым Сидуневым Погулять её отпустила. Как пошла гулять млада Вила, Нянек допьяно напоила, Только нянюшки те напились, И сразу же в кусты повалились. И коня одна отыскала, И из плена прочь поскакала. То не белая лебедь по небу летит, Млада Вила от Вия из плена бежит, Жемчуг мечется по её груди, На руке её перстенёк горит, И под нею конь растягается, Хвост и гривок коня растилаются. И навстречу ей Дарьюшка-река Измолилась Вила-речушки. Ой, ты, матушка, Дарьюшка-река, Есть ли на тебе броды мелкие Или мосточек хоть калиновый, Может, где-то есть перевозчики. И подплыла к Виле колодушка, А в колодушке перевозчик, Сам великий бог Китоврас. И взмолилась Амлада Вилушка, Ой, ты, гой, еси, Китоврасушка, Ты меня доставь на ту сторону, К отцу матери, роду племени. Я за то тебя заплачу, Дам тебе коня, кунью шубочку, Скатный жемчуг и перстенёк. Китоврас же с ней не торгуется, И с ухмылочкой говорит, Не хочу я ни злата, ни жемчуга, И ни шубочки, ни коня. Млада Вилушка, выходи-ка ты замуж Нынче же за меня. И на речи Тикитоврасушки Млада Вилушка отвечала, За меня и Велес сам сватался, Про иных здесь умолчу. Как же я пойду за тебя, Даже в шуточку не хочу. Что за топот и крики слышатся, Вой, звериный, вороний играй, То бежит погонюшка Вия, Не уйдёшь от нас, догоняй. И на камешек белгорючий Поднималась млада Вила, И ударилась о камень. Там, где Вилушка упадала, Там святая горушка вставала, Где упали велины руки, Вырастали вязы и буки. Там, где ноженьки Вилы пали, Ёлки-сосенки вырастали, А где русая пала коса, Поднимались там леса. Кровь, где вилушки проливалась, Речка быстрая побежала. Как Бог Велес три года сватался, Только все пугались несчастного, Обращенного в чудо-юду. Посылал он свататься матушку И сестру родную Алтынку, К домне, дочери славы сва. Уже они его и нахваливали, Младу домнушку уговаривали. Ты иди за Велеса, домнушка. Только смотрит она из окошечка, Видит, ходит по саду Велес, Как увидела, испугалась. Ой, зачем же вы говорили мне, Будто Велес хороший пригож, Лучше нет его в целом свете. И походка его будто львиная, Тихо речь его лебедина, А глаза его ясны сокола, Ну а бровушки черно-соболя. Он сутул, горбат, наперед покляп, Руки-ноги кривые, а глаза косые, Голова-котел пивоваренный, Брови будто собаки, А кожа-кора, волосья на нем, А ковыль-трава. И слова те на слух пали Велесу, За беду ему показались, За насмешку стали великую. Воротился Велес от домных, Говорил сестрица Алтынки. Ой же ты, сестрица любимая, Соберем мы пир и девичий стол, Пригласи-ка ты домну Славовну. Хлеба соли есть, Да медок попить, А меня скажи, будто дома нет, Мол, ушел он в лес лесовать, За лисицами и куницами, Да за разными мелкими птицами. И пришла Алтынушка к домне, Ай же ты, домнушка Славовна, К нам на пир, пожалуй, Медку попить. Еще Велеса нынче дома нет, Он ушел в лес за лисицами, Да за разными мелкими птицами. Не пускай домнушку, матушка, Не ходи-ка ты, домна Славовна, На почестен пир, на девичий стол. Мне ночи спалось, Во сне виделось, Будто я ношу золотые ключи, А один из них потерялся, И с руки моей падал перстень. Отвечала и домна Славовна, Куда ночь пошла, Туда сон прошел. Одевалась она скорешенько, Умылась она белешенько, И пришла на пир, На девичий стол. Заходила она в палатушке, Видит Велес, Сидит во главе стола, Говорит он так, Званой гостюшке. Ай, добро пожаловать, Домнушка, Косутулому да горбатому, Ко ногам кривым И глазам косым. Проходи, садей За дубовый стол. Измолилась одонна Славовна, Отпусти меня, Веля Суревич, Я забыла в тереме перстень, Тот, которым нам обручаться. И ответил я, Веля Суревич, Ты где хочешь ходи, Лишь меня люби. И пошла побежала, Домнушка, Из палатушек белокаменных, Заходила в кузню Сварогову И ковала булатный нож, И ушла она в чистополюшка, И на нож тот бросила сердце. Не достанься ты, Тело белое, До сутулому и до горбатому, А достанься ты До сырой земли. И кровь пролилась в Домнушке, Речка быстрая побежала, Застроился там тихий дом. И остался тут Веля Суревич, Без невестушки, Домной Славовной, И ушел в лесочки дремучие, И скрылся в горушке и долине. Вот закончили мы Прочтение этого мифа. На этом миф на самом деле Не заканчивается. Дальше мы будем разбирать миф, В котором будет рассказываться, Что все-таки Велес встретил Свою вторую половинку. Но пока вернемся к разбору Этого мифа с самого начала. Итак, как в одной еще русской сказке Говорится, Жил-был царь, И было у него три сына. Ну, в сказке говорится О трех сыновьях, Здесь говорится о двух, О Хорсе и Велесе. Один прекрасный лицом, Другой мудрый. И невеста им соответствующие Достается одному красавицу, Другому мудрая Вилла Сида, Лесная царица. И вот сыновья приводят В дом своих невест. И снова Мелфа, Мать Велеса, По сути материя, Потому что это дочь Зимун. И снова она возражает. Снова ей не нравится Внешность невесты. Здесь, конечно, Аллегорию мы видим, Потому что, значит, Лягушка, Это значит некрасивая женщина. То есть, Внешне она была, Ну, знаете, Как у нас иногда говорят, Женился на жабе. То есть, Внешне некрасивая женщина. И вот Мать Велеса, О материи как раз важна внешность, То есть, Только физическая составляющая, Она начинает его ругать, Что лягушка Егинь не лучше. Потому что в прошлом мифе Она также его разлучила Из-за того, Что ей не понравилась внешность Егинь, Несмотря на то, Что Велес ее любил. И, в принципе, Да, Мэлфи неважно, Что сын любит душой свою жену. Если она некрасива, Такая мать будет делать пакости. То есть, Здесь показываются Такие обычные Семейные сцены, Которые знакомы, Наверное, Очень многим семьям. Мать не любит невестку За ее неказистую внешность. Несмотря на то, Что сын ее, возможно, Любит душой и счастлив с ней. Но как показывает результат Всех этих, значит, Ситуаций, В конечном итоге От такой позиции матери Страдает Не только ее сын И невестка. Страдает и она сама В конечном итоге. Потому что, Разлучив сына с любимой женой, Она оставляет его Несчастным. Родительское благословение, Конечно, важно. Вот я хочу немножко поговорить Еще на эту тему. И лучше, конечно, Его дать. Даже если вам не нравится Внешность избранника Или избранницы Вашего сына или дочери, Но если Ваше чадо любит Того, кого он избрал Или кого она избрала, То, конечно, Лучше благословить этот союз И не делать несчастным Никого вокруг. Что у нас говорится дальше? Дальше. Что ночью лягушка Становилась красавицей. Как я это понимаю? Я думаю, что Здесь описывается Сильная привязанность И любовь между Велесом и лягушкой. Наверное, любовь Делает женщину Действительно красивой. Любую женщину. Даже если она Не совсем красивой внешности. И поэтому Велес тоже Ее очень любит И привязывается к ней. Ему с ней Иными словами Ему с ней просто хорошо. Далее следуют испытания Рассказывается Об испытаниях Которые По подговору Опять же Мелфи Устраивает Ра-отец Для своих сыновей. И здесь Мы опять видим Что Лягушка Несмотря на то Что у нее Неказистая внешность Но она Хорошая хозяйка Она умеет Красивые ковры Печь Вкусные Вкусные Караваи То есть Хорошо готовит И на пиру Она удивляет Всех гостей Своим Наверное Умением Наряжаться Своим умением Общаться С людьми Разговаривать Своими Хитростями Премудростями Несмотря на то Что до этого Люди Осуждали Велеса И смеялись Над ним Что он женился На лягушке Однако После этого Пира Злые языки Замолчали Потому что Увидели Что Велес Действительно Нашел себе Достойную пару Несмотря на ее Внешность И она Превсошла Даже Жену Хорса Зарю Зареницу Которая Была Красива Внешностью Но все таки Она ее Обскакала За что Тоже наказали Велеса В дальнейшем Мы видим Уже Как бы Череду Печальных Событий Ошибка Велеса Была в том Что Несмотря на то Что ему Было очень Хорошо С его Женой Он ее Полюбил Именно Душой Потому что Это действительно Была его Половинка Вилла Сида Как мы В дальнейшем Мифах Увидим Несмотря На это Он Постоянно Оборачивался На мнение Окружающих О его Жене То они Смеялись Над ним То какие-то Разговоры Видимо Велись За его Спиной И Он Постоянно На это Оглядывался И Ему Все Время Что-то Видимо Внутри Никак Он Не мог Решить Этот Вопрос Для себя Достойна Ли Эта Женщина Его Несмотря На то Что Она Его Очень Любила И Я же Говорю Что Ему С ней Было Очень Хорошо Но Все Таки Он Проявлял Некую Гордыню Собственную И Как бы Да Здесь Оглядывался Очень Сильно То есть Мнение Окружающих Мнение Даже Там Вот Его Матери Очень Сильно Вот Влияло На него То есть Он Должен Был Пройти Свой Урок Естественно И Этот Урок Ему Преподнес Кощей Который Заколдовал Его И Сказал Что За Кожу Кожи Виллы Ты Заплатишь Своей Кожей И Он Превращает Его В Чудо Юдо В Чудовище Иными Словами Белес Приобретает Очень Непривлекательную Внешность Для Того Чтобы Так Сказать На Своей Лягушачьей Уже Белесовой Лягушачьей Кожи Понять Каково Это Быть Богом Внутри Но Чудовищем Снаружи И Кожей Кожей Говорит Что Заклятие Будет Снято Если Какая Нибудь Девушка Полюбит Тебя В Таком Облике Потому Что Наверное Любовь Делает Даже Некрасивую Внешность Привлекательным Почему Потому Что Если Это Настоящая Любовь То Конечно Человек Не Видит В своем Избраннике Каких-то Физических Недостатков Конечно Говорить Об этом В нашем Сегодняшнем Мире Где Везде Пропагандируется Физическая Привлекательность Сексуальность На это Делают В основном Вставку Но Наши предки Относились К этому Именно Так Потому Что Сказка Ложь Да В ней Намек Добрый Молодцем Урок Этот Миф Затрагивает Именно Эту Тему Далее Мы Видим Что Виллис Три Года Начинает Он Свататься К Разным Девушкам Но Его Отвергают И Вот Наконец Он Сватается К Домне К Сыне И К Дочери Славы Сва И Слышит От Нее Обидные Слова Что Он Некрасивый Я Не Пойду За Него Замуж Что Делает Виллис В ответ Он Обижается И Хочет Ее Проучить Хитростью Он Заманивает Ее В Свой Дом Якобы Чтобы С ней Обручиться Хотя Забывает При этом Что Сам Когда-то Стеснялся Внешности Своей Горячо Любимой Жены Которая Его Очень Сильно Любила И Все Это Конечно Оборачивается Трагедией Потому Что Домна Берет Нож И Поканчивается Со Своей Как бы Физической Жизнью Далее Мы Разберем Еще Кусочек Мифа Про Виллу Сиду Потому Что Там В Мифе Еще Рассказывается О том Каким Образом Поступает Сама Вилла Сида Когда Кощей Уносит Ее В Царство Вея Вначале Когда Велес Находит Ее В Образе Лягушки Она Ему Говорит Что Она Заколдована Змей Колдовство Это Касается Именно Внешности Что Хочет Сказать Вилла Что Через Внешность Змей Очень Часто Оманывает Нас Ибо Часто Так Случается Что За Красивой Обложкой Скрывается Пустота Глупость Ну В общем-то Внутренняя Непривлекательность А За Лягушачьей Кожей Настоящая Мудрость Это Конечно Хорошо Если Все Есть Внешняя Внутренняя Красота Но В жизни Бывает И По-иному Как Же Ведет Себя Вилла Сида Когда Попадает В царство Вия Во-первых Она Говорит Что Три Года У нас Женщины Не Целуются Не Милуются После Того Как Разлучили С мужем А Во-вторых Она Пытается Конечно Вырваться Из Плена Само Имя Вилла Сида Интересна Вилла Это Лесная Царица А Сида Означает Седая То есть Мудрая И Вот Если Мы Будем Сравнивать Виллу Сиду И Домну То Одна Из Них Предпочитает Умереть Лишь Бы Не Быть Женой Доброго Но Некрасивого Мужчину При Этом Она Конечно Ориентируется На Телесное Даже Когда Она Умирает Она Говорит Чтобы Мое Тело Не Досталось Некрасивому Другая Же Предпочитает Смерть Но Только Бы Не Стать Женой Вия Владыки Пекла То Есть Не Загубить Свою Душу И Именно Ее Называют Мудрой Вилла Сида Она Жене Хочет Становиться Женой Китов Раса Несмотря Несмотря То Что Он Бог Она Не Хочет Становиться Женой В Обмен На Спасение От Вия То Есть Если Уж Становиться Чьей-то Женой То Только По Любви А Любит Она Велес Поэтому Она Умирает Чтобы Не Достаться Невию Некитов Раз Невию Потому Что Спасти Свою Душу Некитов Раз В Обмен На Спасение Она Остается Верна Своей Любви Своему Велес Домна Не Распознает Бога За Непривлекательной Внешностью Сида Видит Вия За Обманчивым Видом Бога Ну Бога Пекла Скажем Так И Спасает Душу Ценою Смерти Тела Каждая Из них Жертвует Собой По Разным Причинам А Кто Поступает Мудро Решать Вам Подводя Итог Этому Мифу Можно Сказать Что Основная Мысль Мифа В том Что Не Делайте Основную Ставку На Внешность Потому Что За Серой Внешностью Может Скрываться Действительно Ваша Вторая Половинка И Уж Боже Вас Сохрани Ориентироваться На Мнение Окружающих Людей По Поводу Вашего Избранника Или Избранницы Мнение Которое Ориентировано В основном На Оценку Физической Привлекательности Миф Миф Который Дает Много Пищи Для Размышления Переоценки Каких-то Своих Отношений В жизни На этом Мы Заканчиваем Разбор Мифа И Благодарю Вас Всех За Внимание Благодарю Благодарю